Игорь, предоставляю слово тебе. Коллеги, добрый день. Меня зовут Игорь Булеков. Я исполнительный директор компании «Лагракон». И сегодня мой «Игнайт» посвящен, наверное, более такой практически приземленной теме. Это культура и особенности удаленного управления. У меня нет презентации, как у всех выступающих до… Мы договаривались, что можно без презентации. Я хотел бы поделиться, наверное, своими наблюдениями, опытом и некими выводами, которые я сделал, исходя из всего вот этого. Тут важно сделать небольшую ремарку в формате, когда команда удаленная, но относительно меня, потому что я часто управляю проектными командами, я работаю довольно давно. То есть этот формат сам по себе не новый. Но, тем не менее, когда началась вся вот эта история с коронавирусом, мы все ушли сидеть по домам, было очень заметно, особенно первое время до того, как все адаптировались, то, что, скажем так, тот результат, тот выход, который мы получаем как команда, он несколько видоизменился. Это вопрос в худшую сторону или в сильно худшую сторону. И я очень долго думал, в чем же, собственно, дело. Если мы говорим про какой-то большой проект, где много людей делают разные части, разные моменты времени, части стыкуют друг с другом, и если этот проект реально сложный и комплексный, то на самом деле, да, вот я пришел к выводу, что очень много для успешного, да, исполнения задачи дает контекст. То есть важно, чтобы люди понимали, собственно, что мы делаем. Не вот его маленький кусочек, которым крутят верты, да, и не кусочек там его и соседа, а вообще в целом. То есть, и когда все разошлись по домам, вот этой информированной, общей осведомленности, да, общей информированности о ходе проекта в целом, да, о его текущих приоритетах, о его текущем статусе, людям стало сильно не хватать. И это сильно сказалось на том рабочем результате, да, который люди давали. Потому что на первое место, да, особенно если мы говорим про производство программного обеспечения, да, вышла постановка задачи, потому что рядом нет никого, кто мог бы там скорректировать, да, соседа и сказать, Вася, посмотри, ну что ты делаешь, да, это же вообще не так. И люди этим будут пользоваться, да, не так. И люди начали делать задачи так, как они написаны. И то, как они написаны, фактически, да, начало определять качество того продукта, которого получилось. Потому что социум он корректирует друг друга, да, и люди, находясь в контексте, да, и понимая, куда едет проект, и что же мы делаем вообще, да. Они все-таки пропускают это через призму понимания и делают задачи так, как предполагалось, да, исходя из хода проекта. Как только все расселись по домам, особенно первое время, когда вот это личное общение исчезло, это реально сказалось. Моя мысль, да, то, что это из-за контекста. То есть, казалось бы, да, окей, давайте проводить встречи, да, и всех вернем обратно в контекст, там, чтобы все понимали, да, чего мы делаем, как это использовать. Но удаленные встречи по сравнению с личными встречами, по моему опыту, да, опять же, они имеют несколько меньшую эффективность. Но про это у нас, по-моему, там будут и были темы, да, поэтому не буду вдаваться в подробности, да. То есть, что мы имеем по факту, да, вот все собрались, друг на друга смотрят, включили камеры, кто-то в полуха работает, кто-то кому-то отвечает в мессенджерах, да, в итоге вот это вот вещание в пустой экран, оно не дает такого же эффекта, да, как там личный разговор по кругу, там, в том же самом офисе. То же самое с множеством, там, чатов, да, то есть можно там собрать людей, там, по, не знаю, по модулям, по тематике, там, делаем это, делаем то, но их ровно точно так же начинают игнорировать, да, ну, потому что это читается там вечером, все как какая-то, у меня там куча сообщений, да, больше 200, наверное, я почитаю потом, да, и в итоге это все уже успевает разъехаться и уехать. Кроме того, вот еще одно из наблюдений, само планирование, да, то есть если мы хотим собраться и что-то реально запланировать, требует, на самом деле, больше усилий, и потому что люди, во-первых, все разбиваются по своему, там, комфортному режиму работы, кто-то более активен утром, кто-то более активен днем, там, кто-то ближе к ночи начинает, наконец, да, что-то понимать. И когда все в офисе, синхронизироваться легко, потому что физически, да, все на месте, все могут в каком-то вот моменте времени собраться в одном помещении. Когда все разрознены, все могут собраться, да, но исходы часто бывают вот как там при большой общей встрече, то, что Вася не проснулся, Петя хочет спать, Маше вот прямо сейчас через 15 минут пора за ребенком в сад выходить, и поэтому все тоже послушали фолуха, да, в случае с личным присутствием, да, и с офисом такого реально не бывает. То же самое со всей синхронизацией, когда мы хотим синхронизировать сотрудники, которые делают там две части, да, одного и того же целого, ровно те же самые проблемы. Так они могли бы собраться и вместе, да, поработать над там вот этим вот кусочком, да, который они лепят. В случае с удаленным, да, форматом, каждый из них будет лепить свой маленький кусочек, который потом надо как-то прилепить в целом. И выход, на самом деле, он будет не такой комплексный, и, наверное, похуже. И, кроме того, да, особенно если мы говорим вот прям про такие вот задачи, которые ставятся непосредственному исполнителю, намного хуже считывается то, что сотрудник не понял, да, или понял не так, или у него отношение к этой задаче как к чему-то ненужному, да, и он, наверное, выполнит это спустя рукава, потому что когда ты находишься с кем-то в одном помещении, это легко считать, да, когда ты кому-то пишешь там e-mail, да, или в мессенджер, или даже вы проводите там ВКС, это становится не так очевидно, особенно для людей с, в принципе, не очень высоким, да, уровнем эмпатии, которым тяжело считывать вот эти вещи. И это тоже тот фактор, который осложняет, да, и я не знаю, вышел я за регламент или нет, наверное, еще нет. Резюмирую, да, некоторые мои мысли, да, как что становится реально критически важным при вот, по моему мнению, при таком формате работы. Сама по себе постановка задачи, ее описание, да, тот результат, который нужно получить, как это нужно выполнить, становится намного более важнее вот ввиду контекста, да, и общей разобщенности команды, потому что иначе получается, да, то, что написано, а не то, что нужно. Поэтому написано должно быть то, что нужно. Ну, хотя бы на 90% совпадающих. Случаи, если возникают какие-то проблемы с реализацией, да, результатом, обязательно надо разобрать, не вызвано ли вот это вот расхождение, собственно, самой постановкой, да, задачи. Может, имеет смысл что-то скорректировать в том, как мы делаем это описание, как оно ставится. Ну, то есть человек по какой-то причине, или люди, да, по какой-то причине, что-то сделали немножко не так. И надо понять, почему. И, опять же, вот все, что касается хода проекта в целом, да, все договоренности, все изменения, которые вносятся, да, где-то на лету, на бегу, обязательно должны быть зафиксированы, иначе половина команды просто не узнает о том, что какие-то новые договоренности где-то были достигнуты. И в случае, если это все случилось там в одном помещении, и все послушали, чего же мы достигли, да, то с удаленной командой до них это просто не долетит. Ну, и, конечно, важно, да, соблюдать культуру поднимания красного флажка при наличии каких-то проблем своевременно, да, потому что, опять же, ходя там по офису, можно заметить, да, что у кого-то какой-то затык, и внести какую-то корректировку вот прям сразу. В случае, когда кто-то сидит где-то далеко, заметить это невозможно, пока ты не выйдешь с ним на связь, или он сам не выйдет на связь, да, и поэтому красный флажок тут был бы очень-очень кстати, и позволил бы избежать всех вот этих дальнейших ковыряний, проблемах, которых можно было бы избежать. Наверное, у меня все. Спасибо. Так, сначала вопросы, если есть, Игорю. Есть вопросы. Так, вопросы с ним. А, Сергей? Я как бы так вот послушал. Сначала Игорь вроде как бы так это за здравие начал, да, а закончил-то за упокой. Я прям даже заволновался, как бы там эти наши распределенные во времени и пространстве команды, они вообще, в принципе, Игорь, как это, жить-то смогут? Сейчас он, Таня Майрыгина, сидит как бы, да, там камера выключена, но я так думаю, что она там с лица спала после твоего рассказа. Жить, безусловно, смогут, но постановки задачи, да, должны быть несколько иного качества. Вот вопрос с постановками я абсолютно согласен. У меня в моей жизни, да, как бы был опыт работы в компании, в которой, ну, айтишная компания, в которой было там больше двух с половиной тысяч сотрудников. Она, они были распределены, ну, по там различным локациям, как бы большая часть сидела в Москве, часть людей сидела в Хельсинки. И даже в Москве, когда мы сидели, с учетом того, что, как бы, комплекс зданий был достаточно компактный, ну, вот, чтобы сходить, поговорить с кем-нибудь вот на эту самую встречу, да, надо было там встать, одеться, выйти на улицу, пройти там, не знаю, метров там 700, да, подняться там на восьмой этаж, раздеться, поговорить, и потом проделать все это обратно. Очень быстро, на самом деле, дело дошло до того, что никто ходить друг к другу, как бы, не стал. Ну, за исключением каких-то случаев, да, которые, ну, действительно требовали вот такого присутствия, ну, совместного. А вопрос культуры постановки задач и отчетности по этим задачам, он прям специальным образом, ну, не знаю, как бы, культивировался, что ли, в компании. Потому что поставить задачу так, чтобы потом никто ее не понял, и спросить, как бы, за полученный результат было уже невозможно. Ну, собственно говоря, про постановки задач, как бы, мы в последний год-то достаточно активно, как бы, вопрос обсуждаем, да, и мне кажется, что как-то худо или бедно, но бороться с этим у нас получается. У меня тут ремарка такая небольшая. Вот если сделать отсылку к тому, что я говорил, вот это от тех ценностей, которые актуализируются, да, что вот качество канала, качество контента, вот передача. Я сейчас читаю в бизнес-школе новый курс «Лидер 4.0», многие знают, вот Ира знает, что я готовил. Там одна из сложнейших компетенций, то, что подчеркнул и подметил Игорь, это во время коммуникации, постановки цели задач, передача смысла. То есть коммуникация при поддержании смысла, чтобы во время передачи смысл не терялся, это основных проблем. И вот Вероника написала, что невозможно действительно без регламентов. Это лишний раз подтверждает, что при удаленной работе, при цифровизации мы выходим на протокол, то есть на стандарты нашей цифровой социальной жизни. То есть многие вещи, как бы нам ни хотелось, как бы это ни было противно, что у нас шор одевает, но они должны иметь регламент. Регламент выхода на связь, регламент отклика, реагирования, подачи контента, требования контента и тому подобное. Игорь вот эти вещи тонко подметил. Если нет еще ремарок, Сергей, я не знаю, перебил у вас, нет, не перебил? Нет, я все как бы, собственно, походил. Тогда я, Игорь, благодарю. На самом деле, ну, правда, было очень интересно. Я благодарю. Выключаю микрофон на всякий случай. КОНЕЦ КОНЕЦ